Привет, друзья! Сегодня поговорим о предназначении и призвании. Не стоит путать эти понятия. Сейчас очень модная тенденция. Православная церковь снова пропагандирует то, что нужно идти по своему пути. Еще какие-то общественные деятели появляются. То есть люди, не разобравшись со своими внутренними желаниями, со своим предназначением, призванием, стремятся реализовать себя в тех вещах, которые не их абсолютно. То есть, первое. Когда человек по своему предназначению или призванию реализуется, повышается его жизненный тонус, достаток растет, везение прибавляется, все развивается, все идет в нужном ему направлении. Если человек идет не по своему пути, то, соответственно, появляются какие-то сложности, болезни могут возникать и могут появляться самые неприятные сценарии. О них не будем говорить. То есть, таким образом получается, что предназначение – это путь человека, по которому он развивается. Призвание, видимо, созвучно с тем, что куда нас призвали. Допустим, молодого человека призвали в армию. Соответственно, его задача – защищать сейчас свой дом. Вот его призвали сюда, он какое-то время здесь находится. Определенный промежуток времени в своей жизни. Да, он по этому пути идет, и это не является предназначением. Вот сейчас он находится, в данный момент, вот здесь решает определенную конкретную задачу, ради которой его позвали. Допустим, меня зовут сфотографировать тех процессов, меня зовут провести фотосъемку, сделать портрет. В этот момент мое призвание – фотограф. И фотография – это лишь инструмент, с помощью которого я решаю задачу. На самом деле, мое предназначение в данный момент – это создаю информацию. То есть, таким образом, создаю информацию для чего-то. Когда я фотографирую продукт, фотография является инструментом для коммуникации, для выстраивания взаимоотношений между покупателем и продавцом. И сама фотосъемка в данный момент не является, получается, предназначением. Создание народного автомобиля не было призванием Форда. Никто его не звал делать конвейер, никто не звал его изобретать этот двигатель. Однако, это стало его предназначением. Форд мечтал создать трактор, с помощью которого сельхозпредприятия, фермеры, смогут снизить себестоимость своей продукции, больше зарабатывать, и продукция станет доступнее. Ради этого создавался автомобиль, велись его разработки, изобретения над этим он работал. Это его вдохновляло изнутри, это являлось его предназначением, это было ему интересно. Рассмотрим другой пример. Политика была призванием для Гитлера. В университете один преподаватель заметил, что вокруг одного студента столпилась толпа других слушателей, и с этого момента начался его политический рост. Его, получается, сюда позвали. Некоторые историки считают, что он вошел бы в историю как великий политик, если бы не развязана война. При нем очень снизилась инфляция в Германии. То есть люди перед тем, как обедать в кафе, сначала расплачивались, потому что цены каждый час обновлялись. Насколько тысячу процентов в день цены росли, сейчас не скажу. В Германии процветала безработица. Когда пришли националисты к власти, у людей появилась работа. Да, куча недостатков в его деятельности была. Миллионы людей погибли при его правлении. Как в Германии были проблемы. В целом на внешней арене он тоже себя довольно агрессором проявил. Вряд ли это было его предназначением. В детстве он любил рисовать, мечтал стать художником. Хотя в художественной школе не было у него прямо пятерок. На тройке кое-как учился. Архитектура его привлекала. То есть в молодости он еще открытки рисовал, когда жил в одном доме с Ульяновым. Однако этот человек Гитлер стал нам известен совсем по другим результатам своей деятельности. И напомню, политика это общественная деятельность в переводе с греческого. Теперь предлагаю вам самостоятельно разобрать предназначение и призвание Александра Сергеевича Пушкина. Задатки видны уже с рождения. Когда только начинают сходить ростки семян и появляются первые маленькие листочки, по ним можно определить, это огурцы, а это кабачки. Хотя еще самих огурцов нет. Так и с человеком. Есть неочевидные признаки предназначения и очевидные плоды его деятельности. Если ему это удается. Так вам обращаются за помощью в каком-то деле, когда вас зовут на работу. Это скорее всего становится вашим призванием. Призвание на данный момент дает ресурсы для жизни. Когда к вам обращаются за помощью в каком-то деле решить определенную задачу, это ваше призвание, вы умеете это делать. Вы тоже в этом можете развиваться. Вас именно призвали. А предназначение это скорее всего путь развития, который именно вдохновляет изнутри. И когда этого хочется делать вам самому, просто горите желанием. Да, чтобы найти свое предназначение, получается, нужно выгнать тараканов из головы, которые мешают, заморочки мешают нам развиваться. И еще хочу заметить, предназначение и призвание это не есть мысль жизни. А об этом же мы поговорим с вами в другой раз. Удачи, друзья!